всем доброго времени суток уважаемые зрители ну и сегодня я попытаюсь вам рассказать про ящик друг льва как об этом говорил великий владимир семенович если друг оказался вдруг ну давайте сейчас мы это и проверим вот вот такой интересный ящичек на нем видно написано уникальный рыболовный ящик вы скажете что тут такого уникального я тоже когда первый раз как бы сказать увидел это все ну подумал ящик ящик потрогал его вроде такой пенопласт пупырышками да как бы вроде вообще как бы ничего сложного но как и говорится все гениальное просто да на самом деле один такой простой ящик может принести очень много функциональных моментов сейчас мы об них и поговорим он у нас сделать специально для кемпинга как для дома для машины так и для палаток вот его вес кило 155 также его как бы сказать нагрузка которую может выдержать до 300 килограмм мы видим его температуру которую он сохраняет 24 часа его объем 25 литров вот так же мы видим выручить беде да то есть его можно использовать как зимний рыболовный ящик он легкий он мягкий теплый на пласте ну грубо говорят они совсем пенопласт правильно называется пенополипропилен вот написано но очень очень похоже на такими пупырышками наш добрый пенопласт который помните мы здесь это крошили скрипели такой неприятный звук издавался да я вот для интереса решила ногтем вот подковырнуть ну что-то у меня вот так вот он проваливаться да он ногтем мнется он мягкий но вот что тот чтобы он так вот закрошился как пенопласт я вот прям ногтем реально не смогли то есть видно что его какая-то составляющая структура какая-то более такая совершенная и он уже просто так не будет крошиться вот что я смог выяснить с таким простым продуктом первое проверить его вес давайте вам поднесу поближе чтобы вы посмотрели все надписи проверить его вес давать его взвешиваем вот уважаемые зрители вот тут начинается самое интересное не уходите от ваших голубых экранов так как в данном видео будет еще и разыгрываться очень интересный приз от данной фирмы которая про изводит и торгуют этими ящиками сейчас мы я чуть неправильно сделал чтобы его взвесить нужно сначала вынять этот приз приз будет такой такой вот хороший как там называет японский термос сахара цена такого термоса в городе хабаровске около пяти тысяч рублей я тут заходил наш большой магазинчик в один да и там у них там прямо на витринах лежали вот такие вот рекламные проспекты видите вот этого термоса это и не с термосом это отдельно как бы я посмотрел цену хабаровске около пяти тысяч рублей за вот этот проспект тут написано не подведет выбери японца да ну насколько японец это я не знаю но подарочек очень очень существенный так что обязательно пишите что вы думаете про ящик про термос под видео и этот хороший приз разыграем и так как приз достаточно большой и достаточно хороший да хорошая ценовая категория очень нужный приз всем рыболовам за счет победителя я отправлю его в любую точку мира вот об нем мы конечно еще поговорим так там есть такая перегородочка ну давайте взвешиваем сначала без перегородки накинем крышечку как я понял крышечка у нас накидывается абсолютно в любом этом можно перевернуть все сделано понятно универсально включаем весы и сейчас мы это дело все взвешиваем вот призов произошел пик и можно посмотреть сколько у нас на весах отобразилось кило 80 грамм то есть мы видим да что это у нас даже еще легче чем заявленный есть но так как ящики существует перегородочка вот такая вот достаточно тяжелая массивная чтоб разделить его на несколько секций она шла с ящиком то теперь давайте взвешиваем с перегородочкой вот так вот выглядит ящик и такая специальные пазы по которым уставляется данная перегородка ну скажем так вот таким вот образом давайте взвешиваем его теперь вместе с перегородочкой и посмотрим его весом 0 показатели весов вот звуки получается кило 330 грамм то есть с перегородочкой мы видим что вес чуть чуть больше да вот в принципе по весовой категории мы видим что тут данный момент наш производителей не сильно что-то там ошибся потому что как бы сыграть в таком точном весе в данном диапазоне ну в принципе понимаю где перегородка потолще где чуть-чуть там отлив прессовка не знаю каким способом его изготавливали чуть чуть-чуть больше то есть если без перегородки чистый вес с ремешком увидим он еще меньше заявленные цифры вместе с перегородочка то чуть-чуть побольше дальше что его вес 300 килограмм воздействующий вертикальной нагрузки до 300 килограмм не проверить не удалось я сам лично на него вставал вы посмотрите это еще впереди видео как я вставал на него и действительно ничего с ним не случается мой вес 100 килограмм так что достаточно уверенно он все это держит ничего не прогибается ничего достаточно плотно выручить в беде то есть что под этим подразумевается если вы на зимней рыбалке используете ящик как рыболовный зимний ящик да и вы провалитесь то конечно он у нас из этого материала не тонет да и в принципе можно за него держаться и остаться на плаву до того момента когда либо кто-то вам поможет либо вы сами предпримите меры к вашему спасению не зря говорится спасение утопающих дело рук самих утопающих очень хорошая фраза в прямом и переносном смысле значение этого слова мне доводилось в жизни не раз оказаться за бортом по разным причинам как правило это происходило на горных реках где быстрое течение камни залома да и действительно на самом деле это как правило оказываться твоя личная проблема проблема если даже рядом друзья ни в коем случае я вам скажу не рассчитывайте на помощь друзей что это будет все так нормально адекватные быстро редко какой вдруг сможет быстро грамотно отреагировать на ситуации для вас в ледяной воде это время будет тянуться часами а там ведут секунды вам кажется что уже часы проходят и человек который будет вам идти на помощь он будет очень медленно все это вам казаться делать еще не каждый среагирует некоторые не понимают как развернуть лодку подойти куда вас будет сносить как нужно вас правильно доставать то есть но на самом деле это все не просто от этого не дай бог никому оказаться в ледяной воде лично сам попробовал много много раз скажем так пока слава богу еще живой вот емкость 25 литров я уже тут не стал проверять черпать там это лунная мера это банками трехлитровыми да какая его емкость ну и теперь самое интересное это сохранять температуру 24 часа потому что именно для этого я ящики брал если вы смотрите мои видео да на моем канале когда я на лодочке иду на рыбалку то у меня в лодочке постоянно стоит какой-то термосок да грубо говоря то есть поймал рыбку до положу туда рыбку и сохраняется какой-то холодок а цифру 24 часа действительно я проверил уважаемые зрители на практике то есть я просто взял полтора литровую бутылку и специальная контейнер с жидкостью аккумуляторы как они называются холода не замораживаются ложится туда и сохраняется холод я и своей практике скажу честно эти всякие разные там контейнеры с жидкостями там до которые там замораживаются охлаждаются это но я лично не проверял до до минут на до секунд надо насколько они эффективнее простой замороженной воды да но так как их не такие объемы как бы сказать их надо много покупать я не стоят каких-то денег конечно незначительных но на самом деле я что-то решил что это какая-то такая для меня не очень приемлемая штука удобная я просто беру либо беру 5 литровую бутылку замораживаю в морозилке либо либо полторашку замораживаю ложу и все и сейчас мы на практике посмотрим мой опыт действительно ли он 24 часа сутки держит давайте посмотрим ну вот уважаемые зрители давайте теперь проведем эксперимент на деле и посмотрим насколько данный ящичек у нас друг 2 пригоден для использования его как термос вот в принципе сейчас это все будем проверять каким образом имеется у нас вот такая вот полтора литровая бутылочка замороженная водой да имеется у нас такой вот простой градусник который у нас показывает температуру комнаты 26 градусов да вот мы думаю видно все сейчас мы этот градусник и данную бутылочку поместим и посмотрим какая будет температура и через какое время это все растает вот таким образом работают термоса можно положить и кассеты со специальной жидкостью до для охлаждения как это рекомендуется но я в принципе не парюсь и скажу что если положить простую замороженную воду на в какой-либо таре например от полтора литровой замороженной бутылки это будет ничем не хуже чем положить какую-то там кассету а из-за его объема даже может быть и лучше вот давайте все это проверим мы видим бутылочка входит хорошо да и теперь мы можем уже вложить туда все необходимые продукты и жидкости ну ту же самую пойманную рыбу до улов все что угодно и данная бутылочка будет у нас концентрировать себе в холод и стенки данного ящика это будут все удерживать закладываем туда наш супер секретный прибор который будет показывать температуру и будем это все закрывать ну вот уважаемые зрители всему туда заложили в такой вот ящичек и теперь будем смотреть как это все у нас будет работать время у нас получается 13 часов или час дня и будем смотреть через какое-то время какая будет температура и как долго это все будет держаться так давайте посмотрим что у нас прошел у нас час и давайте посмотрим как у нас это все дело происходит открываем смотрим достаем и наблюдаем видим что у нас здесь температура 9 градусов наша с рукой начал прикасаться и тепло и сразу же все растет но было у нас девять градусов здесь холодно ничего тут вообще даже не растаяло в течение часа вот можно закрывать обратно через час еще посмотрим видим что у нас где-то до 9 градусов до 8 может быть это все дело охлаждается прошел очередной час и и вот уже два часа с момента нашего эксперимента до внешняя температура комнатная как мы смотрели плюс двадцать шесть сейчас второй раз заглянем и посмотрим какая у нас температура внутри в принципе это с одной стороны стороны как бы каждый час мы вскрываем поднимаем крышку да и как бы понятно что туда попадает тепло а с одной стороны почти как бы сказать реальное условие потому что мы к примеру что-то будем доставать что-то закладывать да что-то охлаждать давайте посмотрим какая у нас температура вот видим но сейчас у нас уже стало чуть-чуть побольше видим что в районе 10 11 градусов вот холодно холодно чувствуется что плохой прохладно видим чуть-чуть по краям бутылочка начинает оттаивать то есть видим то есть все как бы замерзшая да ну вот тут вот сверху только чуть-чуть вот мы видим это это все замерзшие это просто по стенкам до прикосновения бутылки со льдом маленькая небольшая прокладочка образовалась видим что чадись у нас по новой попал отек в воздухе мы еще раз закладываю смотрим ну что смотрим дальше ну вот прошло три часа давайте посмотрим результат вот вот получается у нас уже 12 гиролюсов для быть точнее ну да уже получается 12 то есть примерно динамика такая что с каждым вскрытием через каждый час где-то на градус на полтора температура у нас растет ну в принципе это вполне как бы сказать нормально достаточно прохладно видим что сделано хорошо и бутылочка входит у нас стоя полностью все закрывается стоя их может тут войти достаточно много одна охлаждающая по центру другие заложить нормально вот все есть видим что вокруг льда начинает немножко воды ну пальцем ничего еще не прожимается все еще во льду вот вот оставляем эксперимент на четвертый час сейчас сначала эксперимента три часа ну что ж смотрим дальше кемпинг ворлдс смотрю тут домик машинка юрта палатка нарисована 4 часа 4 часа смотрим так ну двенадцать градусов если учитывать то что у нас комнатная температура 26 до 12 градусов это больше чем в два раза все очень даже неплохо холодно а видим 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 что воды то здесь и немного то есть лед еще даже толком там внутри не болтается только вот водяная рубашка по краям с бутылочкой получилось а лед еще там даже там не булькает то есть видно что процесс еще не близок ну что хочется сказать 4 часа это уже заявка на успех потому что уважаемые за 4 часа можно уже доехать ну до места где вы собираетесь отдыхать и привести что-то прохладенькое холоденькое с собой 5 часов смотрим чувствую до ночи буду сидеть все смотреть вот вот холодок пошел видим остановилась у нас шкала термометра видим там 11 градусов ну так вот сейчас поднимаю вверх да вот вот из ящика поднял быстренько 1 градус сразу же набежал температура смотрите прям растет прям на глазах сразу же потому что в комнате 26 градусов вот состояние хорошее мы видим мы видим что еще не так так уж все и печально что вот прям что промерзла тут не очень то сильно бутылочка у нас оттаяла если можно посмотреть то есть вообще нормально 5 часов полет я бы сказал замечательный до такого универсального ящика вот ну что двигаемся дальше вот прошло уже 6 часов с данного момента посмотрим какая у нас нынче температура вот внутри заложена всего одна полторашка со льдом вот видим что уже водички стала побольше смотрим держится все так же стабильно 11 градусов вот как его поднимаешь сразу же начинает моментальная температура расти потому что комнатная температура у нас 26 градусов даже побольше смотрим состояние ну еще так очень даже очень даже бодро тут еще до полного расстояния еще 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 очень даже долго ну видим что одной полторашки со льдом хватает у нас охладить где-то было в начале там 10 градусов ближе к 9 теперь держится стабильно 11 градусов эту конечно температуру можно понизить если на дно кинуть еще одну полторашку со льдом либо еще какую-нибудь там более такую большую емкость видим что 6 часов это уже достаточно долгое время что в принципе для какого-то выезда на пикник уже более чем достаточно я думаю уже может быть уже не стоит каждый час включаться ну давайте смотрим дальше смотрим по прошествии 7 часов вот сейчас уже через 7 часов температура уже начала расти и получается у нас у нас практически уже 14 наверно градусов да уже прям 14 то есть видим что все температура начала расти то есть 11 уже не держится но 6 часов прямо 11 градусов было стабильно 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 теперь у нас уже побольше но все равно 14 градусов у нас есть вот все прохладно на дне стенки холодные все вот такое вот состояние бутылочки все лед там уже начинает так уже крутится вот тут уже подтаял один бачок закладываем закрываем видите еще каждый час достаем если бы приходилось просто бы стояло бы без скрытия я думаю процесс бы шел бы помедленнее будем смотреть что дальше так ну вот быстренько мы сразу же перескочили для ускорения процесса и сейчас у нас получается уже 10 часов прошло с момента и сейчас мы посмотрим что у нас произошло после 10 часов вот видим 12 градусов лед в бутылочке не растаял вот я думаю камера зафиксировала вот сразу же полезла температура вверх то есть видим что очень долго и стабильно держит холод данный ящик давайте оценим состояние ну так можно сказать думаю процентов наверное процентов наверное 50 может быть даже 60 да нет ну трудно сказать сколько там льда осталось я думаю наверное процентов 50 точно может быть даже 60 вот оценивайте сами зрители рука аж подмерзла стеночки холодные то есть это после 10 часов мы видим что все у нас в порядке температура держится стабильно то 11 то 12 градусов вот 10 часов это более чем достаточно съездить на какой-нибудь пикничок в принципе даже и на рыбалку на день вот и это уже гарантированно вы довезете оставляя ящик до утра утром все посмотрим уважаемые зрители вот прошли сутки вы не поверите скажу честно сам не открывал и не знаю вот реально абсолютно все по чесноку видите ровно сутки со вчерашнего дня да даже не стал открывать ничего просто посмотрим что у нас произошло через сутки так что-то прохладовеет и смотрим получается у нас что-то в районе 15 градусов да и есть лед в бутылке то есть у нас получается продержалась все это хозяйство сутки видим было там даже 14 с половиной сейчас 15 градусов достаточно стабильно начиная от 11 градусов и до 15 в течение всех суток да очень долго все это держалась бутылка холодная ну правда уже не такая как изначально видим что там еще даже остался лед это учитывая то что я там каждый час до 8 часов по моему если память не изменяет я все это открывал но бутылка действительно еще достаточно холодная мы это видим даже по температуре градусника то есть что тут говорить в принципе для универсального ящика это ну неплохие показатели я бы сказал что продержался лед сутки а это значит чтобы если здесь была какая-то там вода пища еще что-то оно бы держалась бы при такой температуре внутренней сохраняло прям холод холод такой прям идет как от ледника эти ощущения не передать на камеру к сожалению но тем не менее для универсального ящика для такого как для рыболовного так же как его использовать и за термический ящик для сохранения холода ну и просто допустим как и использовать спасательный круг если вы провалитесь под лед потому что он не тонет ну и можно на нем сидеть и держит он достаточно много ну вот к примеру сейчас буду продемонстрировать встать на него но вес во мне 100 кг сейчас я спокойно это стою абсолютно безо всяких проблем даже могу под подраскачаться то есть все вес очень очень неплохой держится вот ну вот уважаемые зрители вы сейчас все на видео видели своими глазами я могу точно подтвердить что полтора литровой бутылки заморожено действительно хватило на сутки держаться вне льда и мы видели как росла температура когда в комнате было 26 градусов да и насколько она отличалась когда бутылка была полностью замерзшая и до конца там эта температура она минимально изменилась от этого я действительно могу подтвердить что вот эту вот интересную цифру 24 часа действительно производитель в моем понимании нисколько не обманул то есть можно заморозить если вы собрались на рыбалку летом на пикник да там еще куда-то быстренько полторашечку заморозили кинули туда положили туда вам что нужно миска там водички все это холодненькое в течение суток с вами будет и вполне достаточно также вы взяли туда полторашечку заморозили положили еще раз поехали на день на рыбалку туда карасиков покидали хоресков там еще чего-то там ну рыбку и рыбка охлажденненькая приехала домой если вам этого мало конечно есть и у них ящички и 30 литровая цена данного ящика по моему 3240 рублей то есть как бы ну они разные есть там у них цена там от 1000 с чем-то и доходит цена по моему до 3600 самого дорогого по моему ящика 30 литрового кстати ссылочку на данный магазин где этот ящик я оставлю под видео так что можете заходить там очень много интересных вещей для кемпинга помимо этого ящика и покупать как бы сказать если вам будет мало грубо говоря вот этого охлаждания заморозьте две полторашки положите две полторашки со льдом конечно будет температура еще холодней ну и конечно думаю она продержится еще чутка побольше чем 24 часа а теперь я предлагаю вам уважаемые зрители посмотреть приз который будет разыгрываться в этом видео то есть сразу же маленько посмотрим обзор на краткий обзор на термосахара тестировать я его не буду не буду заливать кипяточек будем как бы сказать доверяться вот этим всем характеристикам которые тут написаны вот и так как термос идет на подарок я ничего не буду с ним делать ну вот давайте посмотрим более подробно как выглядит наш термос вот здесь все его основные характеристики вот вот такой проспект я взял у нас в магазине в городе хабаровск и вот наш термос 1,2 литра объем и смотрим его температуру через 6 и 24 часа вот через 6 часов у нас будет 78 градусов 55 будет через 24 часа это как я понял от того что мы зальем сюда кипяточек вот очень хорошие характеристики более-менее все понятно а также мы тут видим дальнейшую продукцию данного бренда тегер в магазине мне сказали что как бы сказать бренд японский да сделано в Китае как все в принципе остальное в нашем мире гарантийный талон посмотрите внимательно да интересные цифры интересные цифры уважаемые зрители на гарантийном талоне аж 15 лет видите все заполнено так же человеку которому достанется в подарок мы видим предоставляется очень серьезная гарантия это как его использовать тоже сильно в подробности не будем вдаваться такая вот интересная ручка очень удобно кстати хлоп-хлоп и в случае куда-то нужно засунуть чтобы меньше объема занимать лучше вот так складываться как бы с натяжку с такой фиксации раз все также раскладываться есть ремешок вот с крепежами видим что такой вот крепеж с этой стороны точно такой же для этой и другой части чтобы он у нас весело таким вот образом сейчас я конечно все это не буду расстегивать не сразу же вот такая вот чашечка можно крышку тоже использовать в роли чашки нажали налили закрыли вот вот такой вот очень хороший с виду очень качественный ну и вообще как бы мне нравится в целом его геометрия так он сделан такой не очень длинные достаточно такой в объеме не очень толстый с ручками все как положено вот у нас написано мы до инчина вот очень хороший такой термосок вот так что кому-то поедет в качестве приза вот такой хороший термос все все четко ну вот уважаемые зрители посмотрели мы на термос посмотрели на ящик этот ящик вы в этом году на моих рыбалках обязательно увидите будет он как работать мы об этом уже увидим более подробно я потом еще в конце сезона постараюсь не забыть или вы мне напишите и я расскажу свои впечатления как он показал себя в реальных условиях ну а про термос я думаю нам расскажет тот человек который его выиграет вот пишите под видео что вы об этом думаете и мы разыграем вот этот приз где приобрести такой ящик и такой термос будет ссылочка под видео на данный магазин ему большое спасибо за предоставление вот такого подарка именно для вас уважаемые зрители вот ну все кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с вашими друзьями до свидания до новых встреч до новых встреч